Добрый вечер, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Горячев, компания FreshForex. Сегодня мы проводим тематический вебинар, как определить силу доллара. Перед началом вебинара необходимо проверить качество связи. Если меня слышно и видно, поставьте, пожалуйста, плюсы в чат. Отлично, большое всем спасибо. Начинаем наш вебинар. Итак, вначале обратимся немного к истории, поговорим о том, как возник доллар и почему доллар стал мировой резервной валютой. Первые банкноты появились в далеком 1785 году. Знак доллара, вот эта буква «С» английская, стал использоваться тремя годами позже. Стоит отметить, что до Второй мировой войны доллар не был в ведущей мировой валюты. И вот когда уже Вторая мировая война завершилась, страны Европы и Японии переживали тяжелые времена, была очень сильная разруха. Здесь уже необходимо было думать не о том, как, скажем так, создать высокие темпы экономического роста, необходимо было думать просто о восстановлении экономик, потому что война, безусловно, коснулась всю континентальную Европу, в том числе и островную Великобританию, и в этой связи, безусловно, штаты получили большую такую фору, и они эту фору смогли использовать, и в итоге доллар стал набирать вес и значительно укрепил свои позиции после проведения Ямайской валютной конференции в 1976 году. Тогда была как раз принята система плавающих курсов. По сути дела, современный валютный рынок Форекс, он и образовался после проведения Ямайской конференции, в 1976 году. И вот после этой конференции доллар стал набирать значительный вес в объеме мировой торговли, и теперь у нас доллар, безусловно, валюта номер один. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Кто-то говорит о том, что это все надумано, то есть у штатов большие долги государственные, огромные густаростные долги, в этой связи доллар ничем не обеспечен. Кто-то говорит о том, что доллар просто всех привязали к доллару, и тем самым штаты этим умело пользуются, Форекс включает свой станок, печатает валюту, и поскольку все у нас завязано на долларе искусственно, и тем самым возникает во всем мире сильный спрос на американскую валюту. Кто-то говорит, что действительно американская экономика достаточно мощная, она является локомотивом мирового роста, и в этой связи неудивительно, что доллар является главной мировой резервной валютой. На мой личный взгляд, истина где-то посередине, то есть правы и те, кто думает, что в определенный момент времени доллар искусственно привязали, скажем так, все товары искусственно привязали к доллару, и тем самым возник сильный спрос на американскую валюту, и до сих пор он возникает. И с другой стороны правы те, которые утверждают, что штаты локомотив мирового роста, и в этой связи их валюта крайне крепкая. Рассмотрим основные валютные пары, почему трейдерам валютного рынка Форекс необходимо изучать влияние американского доллара, то есть тренды на американской валюте. Здесь у нас на слайде представлены шесть основных валютных пар по размеру объема торгов ежедневного. Данные представлены Банком Международных Расчетов. Есть такая организация, которая раз в три года проводит глобальное изучение валютного рынка Форекс. Последнее изучение было в минувшем году, в 2013, предыдущий релиз у нас был за 2010 год. И вот здесь мы видим, что все шесть валют у нас, они имеют в своем... Один из компонентов является американский доллар, самая основная валютная пара это у нас евро-доллар. Она занимает стабильно первое место, что в году 2013, что в году 2010. Можно выделить основную тройку, это евро-доллар, фунт-доллар, доллар-ген. Как раз именно об этих валютных парах мы ежедневно и говорим на наших вебинарах по обзору рынка. И также на четвертом месте находится пара австралийский доллар, доллар-американский, затем канадский доллар по отношению к американской валюте. И шестое место американский доллар к шестовскому франку. То есть, как мы видим, все шесть основных валютных пар имеют в своем составе американский доллар. И в этой связи, безусловно, нам, трейдерам рынка Форекс, необходимо понимать, что же происходит у нас с американским долларом. Потому что, если мы этого не будем знать, тогда, наверное, нам будет крайне тяжело торговать. Потому что, безусловно, доллар является валютой номер один не только на рынке Форекс, но также доллар оказывает еще очень сильное влияние на расстановку сил на остальных финансовых рынках. Допустим, на товарном рынке, как мы знаем, у нас товары номинированы в долларах, поэтому, безусловно, сильные колебания американской валюты приводят также к колебаниям на основные сырьевые активы. Такие, как нефть, допустим, металлы, также, допустим, то же самое золото. Очень популярный инвестиционный инструмент, который имеет тысячелетнюю историю. Также доллар оказывает влияние на фондовые рынки, укрепление либо ослабление американской валюты. Поэтому доллар оказывает влияние не только на расстановку сил на валютном рынке Форекс, но также и на расстановку сил на остальных финансовых рынках. Поэтому нам необходимо внимательно следить за ситуацией в американской валюте. Сейчас мы поговорим о том, с помощью каких инструментов можно отслеживать текущую силу или слабость американского доллара. Безусловно, необходимо понимать, что необходимо изучать фундаментальный анализ, что мы с вами и делаем ежедневно с понедельника по пятницу. В одно и то же время, в 10.30 по Москве, мы как раз проводим большую степень изучения фундаментального анализа. Также говорим и о технике. Вот сегодня мы говорили о технике и нашей технической модели, допустим, по паре евро-доллара, о которой мы сегодня говорили, она отработана была. И также можно было на это достаточно неплохо заработать. Но в большей степени мы говорим именно о фундаменте. То есть разбираем причины, которые влияют на поведение не только, допустим, доллара, но и остальных валют. Поэтому, безусловно, номер один – это фундамент. То есть необходимо изучать фундаментальные макроэкономические индикаторы. Нам интересны, в первую очередь, те индикаторы, которые влияют на денежно-кредитную политику. Потому что именно денежно-кредитная политика, она и определяет тренды на валютном рынке Форекс. Поэтому нам интересны индикаторы, которые интересуют ФРС американские. Американские ФРС интересуют два ключевых индикатора – это инфляция и безработица. Поэтому нам необходимо следить за компонентами инфляции, а также за компонентами безработицы. Вот сегодня достаточно такой интересный день. У нас сегодня были опубликованы данные, которые входят в компонент инфляции, так же и данные, которые входят в компоненты безработицы. Допустим, сегодня мы получили данные именно по штатам. У нас был опубликован показатель основной индекс расходов на личное потребление. Именно на этот индикатор очень пристальное внимание обращает американские Федрезерфы. Особенно раньше, раньше имеется в виду, допустим, лет 10 назад, когда у нас представителем ФРС США был Алан Гринспан. Как раз именно он использовал данный индикатор с большим удовольствием. Это был один из самых его любимых индикаторов, по его мнению. И тем самым сегодня у нас был опубликован данный релиз. Данные вышли лучше ожидания участников рынка. Был у нас прирост, данные позитивные. То есть, получается, этот показатель является позитивным фактором для инфляции. То есть, для инфляционных процессов можно ожидать некоторого усиления инфляционных процессов. И мы все с вами прекрасно знаем, что если у нас происходит ожидание усиления инфляционных процессов, значит, это является позитивным фактором для ужесточения монетарной политики. Безусловно, необходимо понимать, что на одном только показателе, вот за текущий месяц, который мы получили, не за текущий месяц, а за месяц прошедший, за октябрь, безусловно, не стоит сразу же делать далеко опережающих выводов, что, допустим, если у нас сейчас некоторый прирост по расходам на личное потребление по основному индексу, значит, мы сразу же, допустим, будем наблюдать усиление инфляции, и тем самым достаточно быстро, там, в начале 2015 года Федрезерв пойдет на ужесточение монетарной политики. Безусловно, не так. Необходимо отслеживать динамику, и текущий показатель, он является позитивным, однако необходимо также дождаться и, допустим, других индикаторов инфляционных. Но, тем не менее, мы имеем позитивный момент по инфляции в Штатах. Также сегодня были опубликованы данные по первичным обращению запасов безработицы. Это компонент уже именно безработицы, компонент занятости. Также второго важного индикатора, на который обращает внимание Федрезерв, при определении своей монетарной политики. Здесь, напротив, данные вышли хуже ожиданий рынка. У нас наблюдается прирост. Но, тем не менее, если мы посмотрим, допустим, не только на этот индикатор, число первичных обращений за предыдущую неделю, нас интересует также и четырехнедельная средняя, то здесь в целом наблюдается позитивная динамика. То есть в последней неделе наблюдается некоторый рост. Однако, в целом, если сравнивать, допустим, с предыдущими месяцами, с сентябрем, августом, июлем, июнем, допустим, и весной, весенними месяцами, то, безусловно, здесь есть позитивный тренд, что в целом также позитивно для рынка занятости в Штатах. Также необходимо поговорить и о таком инструменте, как индекс доллара, индекс долларовой корзины. Безусловно, очень интересный инструмент, с помощью которого также можно отслеживать тренды, также можно отслеживать динамику, будь то долгосрочную, допустим, или краткосрочную, или среднесрочную, по американскому доллару. То есть сейчас мы говорили о том, что необходимо отслеживать фундаментальный анализ. То есть нас, в первую очередь, с точки зрения фундаментального анализа по доллару, интересуют два индикатора. Это инфляция и ее компоненты. Не стоит только, допустим, смотреть внимательно за показателем индекса потребительских цен. То есть нас интересуют компоненты инфляции. В том числе и такой компонент, о котором мы сейчас говорили, который был опубликован, это основной индекс расходов на личное потребление. Сегодня мы о нем также подробно говорили на нашем вебинаре по обзору рынка. И вот тогда я отмечал, что во многих календарях событий макроэкономических обычно данный индикатор отображается как менее важный, то есть как второстепенный. Допустим, если сравнивать такие данные, как land farm perils, или уровень безработицы в штатах, или инфляция, то есть индекс потребительских цен, CPI, то здесь, безусловно, данные важные. Отмечаются либо жирным цветом, допустим, либо там передается определенное количество звездочек. Там есть разные календари, допустим, три звезды, две звезды, одна. Так вот именно релиз по расходам на личное потребление почему-то всегда отмечается как второстепенный, но этот индикатор очень важный, очень сильный, и ФРС на него обращает внимание. Поэтому данный индикатор я лично для себя всегда выделяю как крайне важный, и также вам советую внимательно за ним следить. Вот сегодня мы получили позитивные данные из Штатов. В 1973 году банк JP Morgan разработал индекс долларовой корзины, то есть данному инструменту чуть более 40 лет. Банк JP Morgan известный, глобальный банк инвестиционный. Стоит отметить, что в целом данный индекс называют обычно европейским, потому что если посмотреть на текущий слайд, то мы здесь видим, что на долю евро приходится большая часть данного индекса 57,6%. То есть чуть более половины всего индекса приходится именно на евро, и получается, что если у нас, допустим, евро по европейской валюте происходит сильное изменение, значит также у нас будут сильные изменения по индексу доллара. Если посмотреть на другие компоненты, вот на наших вебинарах по обзору рынка мы также очень часто говорим о том, что необходимо следить за индексом доллара, и меня периодически спрашивают о том, какие компоненты индекса доллара, что в него входит и так далее и тому подобное. Вот сегодня мы также об этом немного поговорим. На втором месте по, скажем так, взвешенному объему находится японская иена 13,6%, но это и неудивительно, потому что даже если мы смотрели вот с вами недавно, на третьем месте пара, не пара, а британский фунт, фунт стерлинг 1,9%, то есть у нас получается евро номер один, большая доля затем японская иена и фунт стерлинг. Если, допустим, мы вернемся к предыдущему слайду, то здесь мы видим аналогичную картину, у нас пара евро-доллар прочно на первом месте, пара доллар-японская иена прочно стабильно на втором месте, что в 2010 году, что в 2013 году, и пара фунт-доллар также стабильно занимает третье место, то есть получается все у нас совпадает, и структура индекса доллара, и также с динамикой объема торгов внутри дня на валютном рынке Форекс. На четвертом месте находится доллар-канадский, 9,1%, также есть отведена небольшая доля швейцарской кронии, 4,2%, и если мы посмотрим на швейцарский франк, то он занимает нас в данной корзине индекса доллара последнее место, шестое место, с долей 3,6%. На нашем предыдущем слайде швейцарский франк, пара швейцарских франк-доллар-американский, также занимает последнее место, что в 2010 году, что в году 2013, так что, как вы видите, в целом все совпадает. Необходимо отметить, что некоторые трейдеры не любят использовать индекс доллара для определения динамики именно американской валюты, поскольку считают, что поскольку здесь большая доля приходится на евро, поэтому трудно отслеживать именно, скажем так, силу или слабость американской валюты. Здесь именно фокусируется все на евро, и тем самым не менее точные данные, менее репрезентативные данные, и тем самым данный инструмент менее эффективный. Но, тем не менее, данный инструмент достаточно эффективный, поскольку корзина индекса доллара используется многими институтами финансовыми, они также на эту корзину ориентируются при составлении своих прогнозов, при составлении своих моделей, и тем самым также принимают торговые решения, исходя из положения дел по индексу долларовой корзины. Поэтому нам с вами также можно использовать данный торговый инструмент. О том, как использовать данный торговый инструмент, мы сейчас поговорим более подробно. Сейчас включим трансляцию рабочего стола. Уважаемые коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, видно или нет трансляцию рабочего стола. У вас должен появиться торговый терминал MedTrader 4 на экранах. Так, не видно. Так, Александру видно. Тогда попробуем еще раз запустить. Возможно, небольшая задержка произошла. Уважаемые коллеги, сейчас всем видно. Уточните, пожалуйста. Да, отлично. Как можно провести анализ по инвестору корзины? Потому что я, как вижу на наших бедрах по обзору рынка, не все еще это знают. Многие не могут найти данный инструмент. И сейчас, так, всем видно, отлично. Всем большое спасибо. Для того, чтобы провести анализ по инструменту индекса долларовой корзины, так, отлично, да, необходимо правой кнопкой мыши выбрать, вот появляется такое вот окошечко. Здесь необходимо выбрать символ, и затем нам необходимо перейти в индикатив. И тем самым здесь у нас есть инструмент USD$, индекс USDX, DXY. Нам необходимо на него кликнуть, чтобы он обозначился у нас как желтенький. Тем самым он появился у нас уже в окне котировок. И дальше мы заходим в файл, новый график. И вот здесь нажимаем DXY. И у нас на наших мониторах появляется индекс долларовой корзины инструмента. Как можно проводить технический анализ? Абсолютно так же, как и со всеми инструментами. То есть здесь все аналогично. Доступны различные форматы временные, от минутных до месячных графиков. Я лично рекомендовал бы всем для начала, безусловно, определить уровни поддержки и сопротивления по индексу долларовой корзины. Идти от большего к меньшему. Начать, допустим, с недельного таймфрейма. Вот здесь у нас ярко выраженный уровень поддержки. Вот здесь у нас получается свечная конфигурация. То есть сейчас в режиме онлайн мы немного проведем теханализ. И затем поговорим, как также это можно использовать при, допустим, составлении прогнозов по основным валютным парам. То есть вот здесь у нас получается экстремум конфигурация 1, 2, 3. Также здесь экстремум. То есть мы сейчас сначала смотрим по недельным свечкам. Здесь у нас пока что ближайших сильных отметок нет. Также можно, допустим, вернуться немного в историю, посмотреть, что было в предыдущий год. То есть, как вы видите, у нас вот здесь практически совпали экстремумы максимум 2013 года. И вот минимум совсем недавнешний, несколько недель назад, в октябре месяце практически совпали очень сильный экстремум. Мы его, вот этот экстремум максимум 2013 года, мы сначала его бодренько так преодолели, как вы видите. То есть первое тестирование было ложным, был прокол, потом мы пошли вверх, затем уже уверенно закрепили, сходили повыше, затем сходили вниз. Еще раз протестировали на прочность, здесь активировались еще одни, скажем так, получается. Можно это характеризовать как покупки, потому что фьючерс на индекс доллара также торгуется на некоторых биржах. И дальше мы пошли вверх. То есть, как вы видите, уровни необходимо использовать. Затем, как мы определили уже на недельных таймфреймах, переходим к дневным таймфреймам. Допустим, здесь можно ярко выраженной вот этой экстремум определить, свечная конфигурация. У нас экстремум 88.27. Как вы видите, на этой неделе мы немного пытались закрепиться за этим уровнем, но, тем не менее, ничего у нас не получилось. И сейчас мы снижаемся. Также необходимо выделить, допустим, вот этот уровень. Это у нас уровень уже сопротивления. 88.27, ближайшая поддержка 87.18 по индексу доллара. Текущая котировка 87.76. То есть, определяем уровни. Можно также перейти, допустим, на четырехчасовые свечки и, допустим, на часовые свечки. Но я все же, вот лично я использую именно неделя и день вот эти форматы для определения именно уровней поддержки сопротивления по индексу доллара. Потому что они очень сильные и тем самым на них необходимо ориентироваться при составлении прогнозов. Также здесь можно и построить, допустим, индикаторы, которые вам нравятся. Допустим, трендовый индикатор. Также можно, допустим, построить те же самые осцилляторы. Вот здесь скользящий средний, классический трендовый индикатор с периодом 130 направлен вверх. То есть, тренд восходящий. Здесь все достаточно предельно понятно. Также можно построить, допустим, и те же самые осцилляторы для того, чтобы отслеживать, допустим, дивергенции. Осцилляторы посылают нам сигналы как на перекупленность, так и на перепроданность. В зонах перекупленности и перепроданности также необходимо отслеживать дивергенции. Если вот мы сейчас посмотрим, то здесь у нас получается дивергенция. Сейчас отрабатывается. То есть, смотрите, у нас получается здесь был пик по осциллятору на дневном графике. Вот он у нас пик. Затем мы снижаемся, а тем самым установили очередной пик. Здесь 88.19. Здесь у нас 14 ноября 88.27. Тем не менее, на осцилляторе мы этот пик не подтвердили. Затем мы пошли еще повыше. И тем не менее, опять новый пик мы не установили. И сейчас мы немного снижаемся. То есть, в целом, получается в теханализе также работать, как и на обычном инструменте. То есть, несмотря на то, что это не инструмент торговый, это именно индекс долларовой корзины для того, чтобы отслеживать именно силу и слабость американской валюты. Как это все можно использовать, допустим, при прогнозировании валютных пар, допустим, той же самой пары евро-доллар. Абсолютно так же. То есть, мы, допустим, определяем и по паре евро-доллар. Сейчас мы открываем график. Вот, допустим, пара евро-доллар. Сейчас мы все настроим. Вот, допустим, мы определили все же самые уровни и по паре евро-доллар, в том числе, уровни поддержки, уровни сопротивления. Также их определяем. Допустим, вот здесь у нас уровень интересный. Также, допустим, вот здесь уровень интересный в этой области, в этой области интересный. У нас уровень получается 25 ровно по паре евро-доллар. И вот смотрите, сегодня мы как раз говорили о том, что ожидаем рост котировок по паре евро-доллар на вебинаре по обзору рынка в область 25 фигуры, уровня сопротивления. И также я говорил о том, что нужно ожидать некоторого прокола. То есть, вверх, чуть повыше 25.05, 25.10. И вот сегодня у нас максимум дня, вот здесь он у нас обозначен 25.07. То есть, в целом, как мы и ожидали, сначала вниз по паре евро-доллар, затем наверх. Сегодня мы говорили вот об этом, скажем так, классическом правиле теханализа. Была у нас консолидация. И вот я говорил сегодня на вебинаре о том, что сначала ожидаемо достижение нижней границы. Вот она у нас была, нижняя граница. Вот мы ее достигли. И затем уже выход наверх. Вы в 25 фигуру или даже повыше. То есть, тоже так же и по паре евро-доллары. Чертием уровни поддержки сопротивления. Также можно использовать индикаторы, которые вам нравятся. И осцилляторы, и скользящие средние. И также смотрим, чтобы в целом у нас была синхронная картина. Допустим, у нас пара евро-доллар подходит к уровню сопротивления. Допустим, 25 ровно. А тем самым индекс доллара опускается в область ключевой поддержки. И тем самым это нам указывает на том, что здесь можно ожидать некоторого спроса. Также необходимо смотреть и на свечные конфигурации. Те же самые, допустим, модели поглощения. Бычьи и медвежьи. Также, допустим, на свечи с длинными тенями. Если, допустим, мы видим данный свеч, то, безусловно, необходимо задуматься, как минимум. Либо, возможно, даже не совершать торговые позиции, а открывать свою торговлю. То есть, ищем однокоррелированные моменты. То есть, допустим, пара евро-доллар упирается в сильное сопротивление, индекс доллара упирается в сильную поддержку. И наоборот. Индекс доллара упирается в сильное сопротивление, евро-доллар, допустим, упирается в сильную поддержку. И также необходимо смотреть и в том числе за консолидацией. Я говорил о том, что по индексу доллара у нас консолидация проходит в ноябре месяце, если посмотреть на дневные свечки. И тем самым по классическим правилам теханализа из консолидации мы выходим в направление основной тенденции. Основная тенденция, если мы посмотрим на недельные свечки, у нас вверх. Если мы посмотрим, допустим, на ближайший сильный экстрим, уже на месячный график, у нас вот он находится на отметке 88.70. То есть это максимум 2010 года, у нас максимальное значение июня 2010. И в этой связи получается по классическим правилам мы должны отработать вверх. Сейчас мы немного снижаемся и вполне возможно, что где-то будет остановка и тем самым дальше пойдем по индексу доллара вверх. То есть если у нас по индексу доллара есть ожидание выхода наверх, то безусловно нам тогда в этой связи не стоит занимать большие длинные позиции по той же самой паре евро-доллар. Потому что если у нас тренд наверх по американской валюте, не стоит открывать большие покупки в расчете на сильный восходящий тренд по единой европейской валюте. Уважаемые коллеги, задавайте, пожалуйста, свои вопросы по индексу долларовой корзины. Я на них с удовольствием отвечу и затем мы продолжим наш вебинар. Так, от Болгарии. Судя по всему у нас появились представители Болгарии. Рады вас приветствовать. Присоединяйтесь к нам, участвуйте в нашем вебинаре. Уважаемые коллеги, если вопросов по индексу доллара нет, тогда мы поговорим еще об одном интересном инструменте. Очень достаточно важном инструменте, который также нам помогает отследить силу или слабость американского доллара. Этот инструмент у нас государственные облигации США, 10-летние. Почему всех, допустим, интересует, всех участников финансовых рынков, интересует именно 10-летние государственные облигации США? Потому что 10-летние облигации казначей США являются эталонными в плане отражения спроса на рынке. Также они указывают на инфляционные ожидания. Как мы знаем, именно денежная кредитная политика, она определяет тренды на валютном рынке Форекс, а инфляция и монетарная политика, у нас два близнеца брата, они имеют одноправленную корреляцию. В этой связи нам внимательно необходимо следить за именно динамикой доходности по государственным облигациям. Необходимо понимать, что если у нас, допустим, растут цены по облигациям, то доходности снижаются. У них разноправленная корреляция, и цены, когда у нас снижаются, то доходности растут на облигации. Поэтому, допустим, если вы где-то в средствах массовой информации услышали, что цены на облигации, допустим, выросли, то это означает, что доходности упали. Не стоит это путать, потому что, возможно, я встречался тоже с такими случаями, когда люди слышали о том, что выросли цены на облигации, и они думали, что выросли доходности. Значит, усилились инфляционные ожидания, они покупали доллар, и тем самым потом они были сильно разочарованными. Почему уже, скажем так, если, на их взгляд, доходности выросли, то есть выросли инфляционные ожидания, а доллар, допустим, упал, и они получили стопы. А если цены на облигации выросли, то доходности, наоборот, снизились, значит, инфляционные ожидания снизились, значит, доллар будет непривлекательный, и тем самым покупать его нельзя. Поэтому не стоит путать рост цены доходности и рост облигаций. Они имеют разноправленную корреляцию. Так, Александр, сейчас индекс долларовой корзины о каком тренде в паре евро-доллар говорит? Мария, индекс долларовой корзины говорит о тренде вниз по паре евро-доллар, и сейчас он указывает нам на то, что вот это после некоторого этого снижения можно ожидать вновь восстановления роста по индексу доллара и тем самым снижения котировок пары евро-доллар. Что касается облигаций государственных, поэтому необходимо внимательно следить за данными и облигациями, за доходностями в первую очередь, поскольку именно доходность нас интересует. Есть, допустим, такие сайты в интернете, не будем давать им рекламу бесплатную. Но кому интересно, вы всегда можете через любой поисковик, которым вы любите пользоваться или найти. Есть даже у нас в том числе и такие сайты, которые представляют графики доходности именно в отражении свечных моделей. То есть практически тот же самый график, на который мы сейчас смотрели, по индексу долларовой корзины, то есть свечки японские. И тем самым там также можно посмотреть, определить уровни поддержки и сопротивления. Также есть, допустим, некоторые сайты, но они в основном платные, то есть там платный доступ. Здесь уже все на ваше усмотрение. Можете вы, допустим, оформлять подписки, можете нет. Там можно за вас уже всю работу готовую по теханализу проводить. Есть определенные такие ресурсы технические, информационные, которые за определенную плату, там, допустим, 30-40 долларов обычно в месяц, там уже также вам проводят их анализ, в том числе и по облигациям. Определяют вам уровни поддержки и сопротивления на графиках доходности. То есть график доходности представлен именно в виде японских свечей. Там также нанесены индикаторы и скорзящие средние, допустим, осцилляторы, стухастик, MACD, RCI. То есть очень много всего. Но на мой взгляд все это лишнее, то есть необходимо отслеживать именно динамику, то есть посмотреть на сами свечки, смотреть обязательно нужно. То есть, допустим, там наблюдать либо ускорение роста доходности, либо наоборот ускорение снижения доходности. Но вот именно оформлять подписку, на мой взгляд, этого можно и не делать, потому что зачем тратить лишние деньги. Особо сильной информации это все не принесет, потому что доходности и облигаций, они торгуются не по правилам теханализа, по правилам фундаментального анализа, они определяются фундаментальными настроениями и в этой связи, скажем так, не стоит лишний раз заморачиваться по техническим индикаторам, именно что касается по государственным облигациям. Так, в какую область снижения? Мария, снижение в область, что касается определения областей, то вот на мой личный взгляд, на ближайшее время можно ожидать достижения 24 фигуры, текущая котировка 24.87, пока вот мы стабилизировались в области 25 фигуры, здесь у нас уровень сопротивления, но вот в ближайшее время можно ожидать именно снижения в эту область. Завтра у нас заседание ОПЕК, очень важное событие, которое как раз, вот сейчас мы на индексе доллара наблюдали три медвежьих свечки подряд, сегодня третья свечка рисуется медвежьим по индексу долларовой корзины, и вот вполне возможно, что завтра мы уже сможем увидеть разворотную модель по индексу доллара, поскольку ожидания по решению ОПЕК крайне пессимистические, то есть, получается, судя по той информации, которая поступает, сейчас предварительные встречи проводятся, вчера, сегодня проводятся, и вот судя по этой предварительной информации, которая к нам поступает, не будет принят никаких решений по изменению добычи, то есть, все останется на прежнем уровне, и в этой связи можно ожидать усиления позиции американской валюты. Так, если цены облигаций растут, то сила доллара снижается, я правильно поняла, Светлана, все совершенно верно, если цены облигаций растут, то доходности падают, тем самым доллар становится менее привлекательным, потому что если доходности падают, то у нас снижаются инфляционные ожидания, а если инфляционные ожидания снижаются, тогда у нас не будет повышения ставок по федеральным фондам, то есть, изменение монетарной политики, ужесточение монетарной политики, как раз именно ужесточение монетарной политики и поддерживает спрос на доллар. Вот сейчас мы также об этом поговорим. Зачем нам необходимо смотреть, как я уже говорил, рост или снижение доходности 10-летних казначейских облигаций, трежерис их называют, является опережающим индикатором изменения монетарной политики и американских федрезервов. Мы тоже на наших вебинарах по обзору рынков в 10 лет в Москве очень часто говорим об опережающих индикаторах, так вот, как раз государственные облигации 10-летний трежерис, они являются опережающим индикатором изменения монетарной политики. Вот почему я обращаю ваше внимание именно на данные облигации, что за ними необходимо следить, причем очень внимательно, поскольку они оказывают влияние на монетарную политику. Не оказывают влияние на монетарную политику, они являются опережающим индикатором изменения монетарной политики И эта артополитика оказывает сильное влияние на доллар. А как мы говорили в начале нашего вебинара, именно доллар оказывает сильное влияние на расстановку сил валютного рынка Форекс в целом, так и отдельных областей финансовых рынков в частности. То есть очень сильное влияние на фондовый рынок, на товарные активы, на то же самое, допустим, нефть, золото и так далее и тому подобное. Поэтому государственные облигации, десятилетний трежерис могут нам помочь в определении настроений по американской валюте, поэтому за ними всегда необходимо внимательно смотреть. Поскольку если, допустим, у нас, как я уже говорил, доходности увеличиваются, доходности растут, это нам указывает на то, что растут инфляционные ожидания, в этой связи Федрезерв в ближайшее время пойдет на ужесточение монетарной политики, то есть ужесточение монетарной политики это повышение ставок в процентах, а также увеличение норм резервирования для коммерческих банков. Тем самым данные меры приводят к тому, что у нас уменьшается предложение денег в экономике. Уменьшение предложения денег в экономике направлено на то, чтобы не допустить перегрева самой экономики, то есть когда у нас наблюдаются некоторые перекосы, некоторые дисбалансы, Федрезерв меняет политику, если намечается перегрев в экономике, Федрезерв у нас ужесточает монетарную политику. Если, допустим, у нас наоборот наблюдается снижение доходности, то данный фактор сигнализирует нам о том, что Федрезерв в ближайшее время может пойти на смягчение денежно-кредитной политики, и в этой связи спрос на доллар на валютном рынке уменьшается, поскольку ожидается увеличение предложения денег в экономике. То есть Федрезерв, что значит смягчение монетарной политики? Федрезерв снижает проценты ставки, также снижает норм резервирования для коммерческих банков. Снижение норм резервирования означает то, что банки могут гораздо больше кредитовать предприятие, чем держать деньги на балансе. То есть норм резервирования – это определенная сумма, которую необходимо всегда держать на балансе. Допустим, чем ниже эта норма, тем больше можно денег потратить на кредитование. И наоборот, чем выше эта норма, тем меньше денег направлено на кредитование. Так вот, смягчение монетарной политики как раз приводит к тому, что банки кредитуют, то есть денег много в экономике становится, и тем самым доллар обесценивается, поскольку увеличение предложения приводит к сокращению спроса. Базовый закон экономики спроса и предложения. Мягкая монетарная политика направлена на то, чтобы стимулировать экономический рост. В периоды различных экономических спадов, в периоды рецессий, Федрезерв проводит мягкую монетарную политику на то, чтобы стимулировать экономический рост. В этой связи доходности по государственным облигациям нам и сигнализируют о настроениях в американском Федрезерве. То есть позитивная динамика, то есть рост доходности в течение определенного времени сигнализирует нам о том, что Федрезерв может пойти на ужесточение политики, и наоборот снижение доходности в течение определенного времени, именно динамика. То есть, если, допустим, мы в течение одного-двух дней показали либо сильный рост, либо сильный снижение, нам об этом ничего не говорить. Необходимо, допустим, смотреть несколько месяцев, допустим, два-три месяца роста доходности хорошего, либо два-три месяца, там, или четыре месяца снижения. Здесь уже начинаются слухи о том, что сразу же ставки не меняются, монетарная политика не меняется монетарным регулятором, федрезервом, но уже начинают появляться слухи, допустим, 3 месяца мы наблюдаем снижение доходностей и у нас через 3 месяца появляются слухи о том, что федрезерв через некоторое время, через полгода или через 3 месяца может пойти на определенные смягчения монетарной политики. И тем самым эти слухи будут подогревать уже негативное влияние на американскую валюту и наоборот, поэтому внимательно следим за доходностями по американским 10-летним казначейским облигациям. Уважаемые коллеги, наш канал подходит к завершению, задавайте пожалуйста свои вопросы и я на них с удовольствием отвечу. Спасибо, приходите. Еще Владимир, уточните пожалуйста, кому приходить и куда приходить. Так, полгода назад вы объясняли монетарную политику Японии, прогнозы подтвердились выше 110. Да, действительно был такой вебинар, проводили мы, называлось вебинар, сейчас уже даже и не вспомню, но как раз да, вы все правильно сами говорите, именно о денежно-кредитной политике. Также я говорил о том, что ожидаю увеличение стимулирующих мер, на этом фоне ожидаю именно ослабление иены, так оно у нас в итоге и случилось, стимулирующие меры увеличили, иена ослабилась. Единственное, что ожидал, скажем так, что не такое сильное ослабление иены будет, как вы правильно отметили, 110 там ожидал, но вот достигли 119. То есть, ну это ожидания мои были когда в марте месяц, то есть в марте были одни, допустим, ожидания, уже естественно ближе к делу ситуация может измениться, поэтому в целом действительно, вебинар такой мы проводили по Японии. И рост продолжается под влиянием евро в корзине, как в этом случае поведет себя японская иена, ее влияние на корзину, либо наоборот. Ну, что касается японской иены, как она себя поведет, здесь смотрим на корзину доллара, то есть, как я уже говорил, проводим анализ по долларовой корзине и также переключаемся уже на, допустим, японскую иену. Что касается японской иены, пары доллара иена, если у нас корзина доллара будет расти, то это также будет оказывать влияние на рост пары доллара и японской иены. Единственное, что рост будет, допустим, не таким значительным, потому что очень сильно мы уже ускорились в последние недели и тем самым некоторая стабилизация наступает. Сегодня на вебинаре по обзору рынка мы говорили о том, что ожидаем умеренного снижения пары доллара иена, умеренного укрепления японской валюты. Если вы посмотрите на текущую динамику внутридневную, мы как раз и наблюдаем снижение котировок, то есть, некоторые укрепления японской иены. То есть, наши ожидания оправдываются и поэтому, если, допустим, сравнивать евро-доллар и доллар-иена, то здесь, допустим, евро-доллар может еще бодренько сходить, допустим, вниз, более бодрее, чем доллар японской иены вверх. Потому что вчера монетарный регулятор Японии, его глава Курода заявил о том, что монетарные власти начинают смотреть за процессом девальвации иены, потому что это оказывает негативное влияние на различные сектора экономики. Поэтому здесь уже поступил первый тревожный звоночек, что иена очень сильно девальвировалась и в этой связи пока что трудно рассчитывать на дальнейшее ослабление. Вот сегодня мы также видим в том числе и некоторое снижение пары доллар-иена, укрепление японской иены. То есть, как вы видите, именно монетарные власти, именно ожидания по монетарной политике, именно комментарии глав центробанков, то есть, все, что связано с странными банками, как раз и определяет тренды. То есть, пошли японские монетарные власти, то есть, Банк Японии в конце октября на увеличение стимулирующей программы. Что мы увидели? Резкий рост. Резкий рост пары доллар-иена иена девальвировалась. Именно на какой шаг пошел Банк Японии? Он пошел на шаг смягчения монетарной политики. То есть, меры по смягчению монетарной политики, они привели к увеличению предложения денег в экономике и тем самым курс ослаб. То есть, как мы еще раз наблюдаем в этом году по различным инструментам, и по иене, и по евро, и, допустим, по фунту, то есть, именно монетарная политика, именно ожидания по монетарным политикам слухи, касаемые монетарной политики, они определяют тренды на валютном рынке Форекс, будь что, допустим, краткосрочные, будь что, допустим, долгосрочные. Поэтому внимательно следим за монетарными, скажем так, за действиями монетарных властей. И вот сегодня мы говорили об американском долларе, и тем самым американские десятилетние трежери с их доходностью являются таким хорошим, опережающим индикатором изменения монетарной политики Федрезервом. Так, значит, этот вопрос ответил. То есть, графики облигации искать на платных сайтах. Светлана, можно искать, можно искать, графики есть и на платных, и на бесплатных. На платных сайтах там уже есть готовый теханализ, то есть на бесплатных сайтах просто графики, там вы теханализ не построите, именно на графике. Но вы можете, допустим, на принтере распечатать этот график и уже, допустим, на бумаге там провести линии, как делали трейдеры, допустим, там 30 лет назад. Я вот читал тоже мемуары различных трейдеров фондового рынка, валютного рынка, как раз они писали о том, что не было тогда вот возможности проводить компьютерный технический анализ, и просто распечатывали графики и уже там на бумаге очертили уровни, линии, то есть можно делать так. Но в целом, как я уже говорил, теханализ на графике облигации, он особого значения для нас не имеет. Нам интересен именно динамик, то есть динамик вверх или динамик вниз по доходностям, а вот, допустим, бары, японские свечи, которыми отражены эти графики, их, безусловно, можно посмотреть и также можно для себя почерпнуть интересной информацией. Запись вебинара Михаила обязательно будет. Поэтому сразу же после окончания вебинара, буквально в течение нескольких минут, я запись на нашем сайте в разделе обучения, видеоуроки опубликую, и вы сможете посмотреть в любое удобное для вас время. Так, что от завтрашнего заседания ОПЕК по паре евро-долларов, в какое время завтра это заседание, не могу найти информацию. Мария, завтра мы об этом как раз и поговорим, то есть сегодня данная тема менее актуальна. Мы говорим в целом об американской валюте, как можно, с помощью каких инструментов можно анализировать силу или слабость. И завтра уже на нашем вебинаре в 10.30 по Москве, в четверг, приглашаю вас на вебинар по обзору рынка, и там мы поговорим об решении ОПЕК, завтра это центральное событие, поэтому достаточно большое количество времени посвятим этому событию. Не переживайте, завтра обо всем об этом поговорим. Так, есть ли бесплатные сайты, вбейте в поисковик графика доходности, смотрите на первой странице. Николай, вы совершенно правы, то есть бесплатный сайт, я как и говорил, что есть бесплатный сайт, есть платный. Платный отличается тем, что там есть теханализ готовый, там индикаторы построены на этом графике, различные уровни поддержки, линии проведены, то есть вот чем отличаются платные сайты от бесплатных. А бесплатные сайты просто графики доходности, поэтому, на мой взгляд, лучше всего пользоваться бесплатными, потому что нам теханализ в принципе не нужен по доходностям, это во-первых, а во-вторых, зачем тратить деньги, лучше их потратить на что-то другое. Так, значит, торги в США начались с небольшим ростом, эта фраза означает о поддержке доллару или нет. Торги в США имеются в виду на американском фондовом рынке, или где вы имеете в виду торги в США? Что касается американского фондового рынка, я сейчас смотрю фьючерс, фьючерс снижается за последние 20 минут. Торги начались с 17.30 на Найс, то есть буквально 20 минут назад фьючерс по S&P показывает снижение. Вот последние 20 минут, поэтому я пока что не вижу на фондовом рынке. Но это сообщение в новостях, в новостных терминалах, то есть данное сообщение, оно, понимаете, никакой силы на американский доллар не играет, потому что не влияет. Ну, потому что сейчас, допустим, торги открылись с небольшим гэпом наверх, через 5 минут уже вниз, вот сейчас мы вниз наблюдаем динамику, поэтому здесь не обращайте внимания на эти фразы. Вот именно торги в США начались с небольшим ростом и снижением. В целом, при нормальной инфляции, допустим, когда у нас наблюдается умеренный рост инфляции, а не дефляция, при умеренном росте инфляции рост доллара благоприятен для фондового рынка американского. И наоборот, допустим, рост американского рынка также может оказать поддержку доллара. Так, извините, Александр, так проще будет бесплатный сайт. Николай, ну, я сейчас просто удалю ваши сообщения, потому что здесь реклама дана на сторонний ресурс. Как я уже много раз говорил, мы ресурсы не рекламируем, поэтому не нужно выкладывать сообщения. Я думаю, все умеют пользоваться поисковиками, то есть с этим справится любой школьник, не говоря уже о взрослом человеке, поэтому я думаю, не нужно давать прямые там ссылки, то есть в поисковик вбиваете доходности и облигации и получаете сайты, поэтому здесь проблем нет. Так, в принципе, что это значит? Смотри, да в принципе это ничего не значит. Что касается этой фразы. То есть необходимо охарактеризовать открытие фондового рынка, вот поэтому такую фразу вам напечатали на основном терминале, но эта фраза ничего не значит, поэтому не уделяйте ей так много внимания, скажем так. Уважаемые коллеги, наш мир подходит к завершению. Большое всем спасибо за внимание. Завтра мы проведем два вебинара. Первый в 10.30 в Москве. Ежедневный обзор валютного рынка. Поговорим о ситуации на рынке Форекс. Безусловно, день очень интересный. Много интересных событий завтра будет. И также проведем тематический вебинар в 5 вечера. К четвергам еженедельно проводим тематические вебинары. Наш вебинар завтра будет посвящен торговле на гэпах. У нас очень часто рынки в понедельник открываются с гэпом. И вот мы поговорим, как на этом можно заработать. Сейчас поговорим о том, что такое гэп, почему возникают гэпы. Безусловно, многих этот вопрос интересует. Не все знают ответ. Завтра мы об этом поговорим. И также поговорим, как на этом можно заработать. И все ли гэпы можно отыгрывать. То есть есть гэпы, которые отыгрывают с большей вероятностью. Есть которые с меньшей вероятностью. Вот мы завтра поговорим о том, как же найти именно эти хорошие гэпы, на которых можно заработать. Завтра в 5 вечера приглашаю всех желающих принять участие. Ну а сегодня наш вебинар завершается. Большое всем спасибо за внимание.